Привет! Весь месяц не было роликов по Хой 4, и вы могли подумать, что я ленивый. Провожу целые дни на диване, но это не так. Я решил стать полезным для общества и устроился на работу в жилищник. Я чищу канализацию, и можно сказать, что я главный по отсасыванию на районе. Ну или главный по прочистке труб, называйте как хотите, но ближе к делу. На этой работе я познакомился с двумя крутыми мужиками, которые играют в Хой 4. Да, впервые за ролик я покажу двух обычных работяков. Одного зовут Олег, а другого Эдуард. И вот сейчас перед вами появится Олег. Аааа, женщина! Да, Олег очень впечатлил сегодня нарядом, а Эдуард так вообще его не узнать. Но игроки в полном шоке, снимают всё на камеру. Кто уже знал, что Олег и Эдуард в фембое? Ну и я решил задать Олегу вопросы. Насос, давай... Меня задали. Посмотри, да понятно. Что это за наряд такой? С погонами? Ты генерал? Да, где снаряды? Уж точно я не хочу знать, где Олег мог спрятать боеприпасы. Ну а чтобы такого не было, смотри мои ролики в ВК-видео. Все ссылки в описании. Уж точно я не хочу знать, где Олег мог спрятать боеприпасы. Поэтому давайте перейдём к сути ролика. Ни для кого не секрет, что в Хае играет множество, ну так скажем, артистов, которые любят превращаться в разные образы. Вы за ними, конечно, не повторяйте, но вот такие они сегодня у нас сидят. Пока что на игре. Возможно, скоро что-то поменяется, и они будут сидеть в другом месте. Ну а пока они здесь, мы проверим, реально ли Фимбой сильные игроки в Хае 4. Мы разделили обычных игроков и их на два альянса на карте Первой мировой. И Фимбои будут играть за центральные державы. А обычные игроки на Антанте. Ну и перейдём к игре. И наши игроки одурманены появлением Фимбой до такой степени, что они уже не могут ответить на простейшие вопросы. А когда Первая мировая началась? Эээ, 31-го, 31-го, 28-го началась. Какого? Ну, 28-го июля 1914-го. А, ну, объявляйте войну. А в Антанте так вообще проблема. Не, я так и не понял, где Антанта находится? И первые же потери. Я не знаю, каким образом, но Николая Второго смогли убедить перейти на сторону Фимбои. И он вступает в центральные державы. И Антанта выходит с официальным заявлением в мировые заголовки с обращением к Николаю Второму. И в Антанте на самом деле не понимает, что теперь делать. Они с огромной армии немцев остались один на один во Франции. И только Соединенные Штаты Америки имели хоть какой-то план. Америка сейчас все будет. Сейчас будут танки, самолеты, тачки, телки. Президент, мы производим дирижабли на 88 заводах. Ну и правильно. Видимо, мобилизация всей военной экономики США на дирижабли, это какой-то верный план. Тут же Япония заявляет, что она будет сражаться против Фимбоев и Николай Второй перекидывает войска в Азию. Также к войне готовятся Турции. Турецкие войска покрывают весь берег против высадок союзников и готовят наступление на Суэцкий канал. И похоже, началось. На Гондурас объявили войну. Национализм, ребята, сон. Ой, не та новость. Вот, нормальная. Европа в панике. Альянс Фимбоев получил повод для развязывания войны. И только один человек решил выступить с позиции урегулирования конфликта. Генерал Киндер. Люди, люди, не начинайте войну. Эти ты на... Никто не собирался слушать генерала Киндера. И страны продолжили готовиться к войне. Правда, очень странно. Вот, например, Франция. Французское командование отправляет дорогостоящие артиллерийские дивизии через пустыню штурмовать Того. В тот момент, когда Германия разорочит всю свою боевую мощь в Бельгии. Это какой-то абсурд, полное непотребство. И на защиту Европы вынуждены сниматься австралийские дивизии. Что замечает немецкая разведка. В немецкую колонию в Поплановой Гвинеи направляются дивизии русских казаков для выставки в Австралию. И смотрите на Европу. Здесь уже почти все готово. На Западном фронте у него нет значительных перевес. Ну, а вот на Южном проблема. Здесь Болгария одна в окружении. И ей отдают приказ из Берлина. Болгар, готовьтесь на три фронта воевать. Но Болгария, я боюсь, не в состоянии выдержать войну и на один фронт. Я не знаю, что у меня дивизии делаются. У меня ничего не написано. Болгар, хуй сос, отмени тренировку. Я не знаю, что у меня дивики делают. Я не могу ей ничего отменить. И, похоже, началось. Сразу же активные боевые действия начинаются в Азии. Антанта пытается увезти сюда как можно больше российских дивизий. И в этом помогает секретный план японцев. Генерал Зассака вместе с генералом Ногое придумали хитрый план. Долгие годы японцы рыли под территорией Российской империи туннели. И смотрите, что происходит. Вы можете не верить своим глазам. Но японские штурмовые дивизии вылезают из-под земли и атакуют Челябинск. Японские войска генерал Зассаки также несли удар по Екатеринбургу. Русский генштаб никак не реагирует на донесение Челябинска и Екатеринбурга, что на них из-под земли вылезли японцы. Из Петрограда отправляется телеграмма с требованием прекратить пьянствовать и нести всякую чушь в эфире. Российскому генералитету не до этого бреда, потому что он занят планированием самой масштабной десантной операции в истории Российской империи. Казаки под командованием генерала Врангеля атаковали австралийский берег и заняли город Таунсвилл-Сити. Однако штабом была предоставлена ошибочная карта Австралии. Ее спутали с Австрией, русские казаки угодили в австралийскую пустыню, где кроме кенгуру них в пьяне было. Австралийцы сначала отступили, ну естественно, кто бы не обосрался от вида русских казаков в Австралии, а потом смекнули, что удача-то на их стороне, и начали окружение казаков Врангеля в австралийской пустыне. В генштабе Российской империи опешили, весь бюджет армии ушел на переброску, войск Папуанова огняют, да еще и японцы продолжают влезать из-под земли. Ну и дела, поэтому Николай II отправляет срочную телеграмму в Берлин кайзеру Вильгельму с просьбой вытащить как-то казаков из Австралии. Кайзер Вильгельм, мягко говоря, оху**ел от действий русского генштаба, но все-таки отправил на помощь экспериментальную танковую дивизию под командованием генерала фон Клюке. Танковая дивизия высаживается на берег Австралии, австралийская армия, которая ведет бои с русскими казаками, получает телеграмму о немецких тяжелых танках. Австралийцы снова отступают и занимают оборону. Но немецкие танки вместе с русскими казаками планируют крупное наступление. В этот же момент японские генералы Засака и Нага продолжают бесо***ть русские города. На этот раз японские дивизии вылезли из-под кома в Саратове. Но действительность Саратова их поразила, и они залезли обратно. В этот же момент попытка турецких фимбойов атаковать в Суэцкий канал. Фимбой им удается зацепиться за порт, а также начать успешную атаку на канадские дивизии в Египте. И пока, внимание, Антанта отвлечено на турков, немцы объявляют войну Нидерландов. И голландцы уступают в Антанту. Но Антанта не была готова к обороне Голландии. И американский президент возмущен. Да, гадди армию, чё за хр... Голландская оборона рушится под ударами немцев. Прямо сейчас может образоваться дыра во фронте. Голландцы отступают. Фимбой в чулках перешел в тотальное наступление. И в голландском генштабе срочная идея. Они меняют за очки дивизии на танковые в надежде испугать противника. Но это каким-то образом не срабатывает, и голландцы наступают дальше. Также турецким фимбойм удалось продвинуться к Суэцкому каналу и отрезать египетские силы на Синайском полуострове. Антанта бросает египтян, чтобы успеть закрепиться на линии обороны в Суэцком канале. Ну и надо уже что-то делать, а то проиграть фимбойм это какой-то позор. Но позором на самом деле было доверить возможность изменения хода войны итальянцев. Они пытаются высадиться на берег Австренгии, но они тут же напираются на русские бронеавтомобили. Которые сделаны из дерева, и они громят итальянский десант. И вот на этом моменте у меня, кстати, появился вопрос. А вот как вы думаете, на каком стуле сидит этот фимбой и на каком его мама? Ну и ответ, мне кажется, вполне очевиден. Здесь сидят они на кресле от Зоны 51 Аники. Это кресло для всех, кто уважает и вырос на фильмах про крепкую мужскую дружбу в Гачимучи. Если бы накачанный и бесстрашный мужчина был бы креслом, то он бы точно был креслом от Зоны 51, который готов поддержать вас в любую минуту, а еще радует своим внешним видом. Кресло выполнено из прочной черной эко-кожи с яркими красными вставками. А вот эта строчка Stitch Ray обеспечит долговечность, которая выдержит даже самую долгую вашу партию в Хои 4. Кстати, об этом кресло Зона 51 Аники создана для максимального комфорта. Внутри кресла плотная пена, которая поддерживает ваш зад в самых тяжелых танковых боях. Так что не переживайте за свой ангар и за свою осанку. Для нее предусмотрены специальные подушки под поясницу и шею. А для отдыха вы вообще можете откинуться на 165 градусов. Так можно дремать, ну или занять самый лучший вид на этого фильмбоя. 2D подлокотники регулируются по высоте и в сторону, позволяя вам найти удобное положение для ваших здоровенных ключиц. Ну и снять нагрузку с мышц после... А бесшумные колесики из пулеретана позволят легко перемещаться по вашей геймерской комнате, не повреждая пол. Механизм качания Top Gun превращает кресло в качалку. Так что вы всегда сможете расслабиться после плотной игры в Ход 4, где вы 6 часов подряд натягивали своего противника. Также с креслом уйдет набор аксессуаров Deep Dark Fantasy для настоящих геймеров, благодаря которому можете получить незабываемое ощущение. Лично я теперь не могу пройти около кресла, не сделав вот так. Ну а мои друзья, которые видят это кресло у меня в комнате, теперь догадываются, что у меня есть большой секрет. Такой же большой, как размер скидки на кресло для вас, уважаемые геймеры. Зон 51 ценит мужскую дружбу, и от них там 20% скидки по промокоду Качан20. Кресло Зон 51 Аники, сила, элегантность, поддержка и комфорт. Кресло, которое в любой момент готово поддержать и прикрыть ваш зад. И тут же Антанте удается спасти положение в Голландии. Британские войска останавливают немецких фимбоев прямо у Амстердама. Но нужно уже какое-то прорывное решение, и тут оно приходит совершенно неожиданно. Алло, алло, я в Сирию высаживаю. Я в Сирию высаживаю. Генерал Киндер высаживается неожиданно для турецких фимбоев в Сирии, но ему не хватает войск, чтобы выйти в тыл турецким войскам на Синайском полуострове и поддержать атаку генерала Киндера, решаются португальцы. Они штурмуют турецкий берег, отвлекают на себя часть турецких фимбоев. Португальские и британские войска продолжают разносить турков и идут на сближение. Ну и тут же Антанте догадывается перекинуть из Египта резервы генерал Киндера. Антанте здесь обрушила всю фимбойскую оборону. Фимбой убегает без чулков. Сейчас турецкая армия в опаснейшем положении надо ухоить сельского полуостров, чтобы не попасть в окружение. Но из генштаба фимбоев в Берлине приходит приказ ни шагу назад. Кто отступит, того выпишут из фимбоев. А если уж выпишут из фимбоев, то это все, останется только идти в квадроберы. Также в этот момент греки атакуют берег Турции. Ситуация ухожается для фимбоев с каждым днем. Но тут же обнаруживается, что Николай II все это время находится рядом с Турцией. Пытается захватить Индию из Персии. И к нему срочно обращается с требованием перекинуть войска на оборону Турции. Я не могу, у меня капутер. Плохо, очень плохо все. Также в генштабе фимбоев происходит, не пойми что, турецкие генералы превратились в туалетных чудовищ. И еще не разобрать, что они там говорят. Ну и похоже, дни фимбойской Турции сочтены. Турецкая армия разгромлена на Синайском полуострове. Русские отступают на оборону на Кавказе. Основная Турция захватывает Сантант. Успешное наступление фимбоев обернулось катастрофой. И их потери приближаются к миллиону солдат. И турецкие генералы продолжают возмущаться. Да, что у тебя с микрофоном, чудовище? Я не знаю, сделайте что-нибудь, отбейте меня. Я предлагаю освободить Украину, как вам идея? Все смотрите на Южную Бессарабию. Турция захвачена. Турецкий султан только проснулся. Ну и Николай II сошел с ума и создал Украину. Ну и что, главный фимбой на Германии? Надо уже что-то показать. Не можем. Да, что я тебе покажу, блядь? Ну я не удивлен таким ответом, да. Что они там еще могут показать? А вот могут! Армия немецких фимбоев неожиданно для всех высаживших в Нормандии. Британский флот тут же пытается сдержать немецкий конвой. Но фимбой успевает высадить кучу дивизий. Идет именно Париж. Немецкие войска его тут же занимают. И это могут быть огромные проблемы у Франции. Но британский флот не дает сюда перекинуть резервные дивизии. Сил у немцев закрепиться не хватает. Их начинает выбивать отсюда французы. Также в это время у фимбоя огромные проблемы на Южном фронте. После проигрыша в Турции Болгария попадает в полное окружение. И Антанта пытается додавить Болгарию и создать единый фронт на юге. На что русские пытаются сделать отвлекающую выездку в Турцию. Но она не проходит. К болгарам придется пробиваться через Румынию. Сюда тоже высаживаются русские. Они пытаются закрепиться и в этот же момент они пытаются пробиться остальные дивизии. Атаки идут по всему фронту. И Болгары нужно срочно спасать. Иначе весь Южный фронт пойдет на Австро-Венгрию. А американцы так хотят уже добить Болгарию, что перекинуть сюда кучу артиллерийских дивизий. Эти дивизии вызывают полный коллапс. Ставжение Антанты. Русские пытаются пробиться, но у них проблемы с перевернутой картой. Какого у меня карта переворачивается? Тут же пороси носит ответный удар британцы. Выседка с моря. Алло, Кубань. Меня атакуют Кубани, Кубаноиды. Да все, ГГ проехали. Тише, тише. Мы готовимся, мы готовимся к победе. Николай отречет спасением Кубани. И тут же португальский десант в резервную болгарскую столицу. Болгарские фимбои на грани поражения ее берут. И я не знаю, как уже спасти Болгара. Русские отречены на сражение с флотом Антанты. В битве за Кубань тут появляются немецкие артиллерийские дивизии. Главный фимбой будет лично руководить операцию по спасению Болгарии. А в этот же момент Колчаку топят все линкоры в Черном море. И американцы захватывают Крым. Но в этот же момент чудо артиллерийские дивизии Германии пробиваются к Болгарии и прижимают румынскую армию к морю. И тут все как по нотам. Австроенгерская армия накапливает резервы. И пока сербы штурмовали Болгарию, они наносят удар по всему сербскому фронту. Сербы не были к этому готовы. Все войска на юге фимбои рвут тут все подряд. А еще смотрите, что происходит. Главный фимбой высаживается отбирать Севастополь. Американцы в Крыму без снабжения, а сербия захвачена. Русские войска соединяются с болгарскими и начали наступление на Стамбул. И у Антанте в один момент падает весь южный фронт. Но рано мы радовались за фимбоев. Американцы привезли танки и отбросили русских с болгарами. В центре Болгарии прорыв. А еще американские танки взросли в Румынии. И постепенно Антанте выравнивает фронт на юге. Ее армия закрепляется в горных районах. Ее отсюда невозможно выбить. А еще Антанте удается взять в свой олен в Швейцарию и нанести неожиданный удар по главному фимбою. И начинается атака по всему фронту. У главного фимбоя атакованы все дивизии. Он их не может перекидывать по фронту. И в Швейцарии дивизии не выдержит наступать границу. Но пока Антанте была отлечена наступлением, немец раздустит голландскую оборону и занимает весь север Нитерланд. Главный фимбой не ведется на панику. На швейцарской границе отправили самые беспособные дивизии штурмовать Бельгию. Здесь дивизия Антанте только после наступления. И они не выдерживают такого мощного удара. Немцы прорваются в Орденские леса. Их отсюда невозможно выбить. Антанте пытается их окружить, но ничего не получается. У немцев теперь под контролем очень важный выступ. А в это же время куча дивизий Антанте заходит на пустую территорию Германии через Швейцарию. И силам Антанте удается здесь вести наступление в несколько направлений. И они ударяют в район Рейна. Они могут обойти все наступающие немецкие силы во Франции. И тут немцы задействовали неожиданного союзника. Испанец переходит до стороны фимбоя. В границу с испанцами держит итальянцы, которые не вступают в бой с испанцами. И испанцы ведут наступление по пустой Франции. Фронт, рух, но испанцы быстро занимают юг Франции. И пока вся Антанта думала, как спасти Францию. Главный фимбой на Германии. Уже это были ста дизи Антанты, которые прорывали всю Швейцарию. Это какой-то разгром. Но тут же греки-салбанцы высаживаются в Ростове. И ведут наступление по пустым российским территориям. Также французы уводят часть дивизии на Испанию. Им прорывают основную линию оборон. Но тут же им удается нормализовать ситуацию. Прорыв до юга остановлен. А немцы не смогли продвинуться дальше. Ну а в России очень тяжелая ситуация. Население недовольно провальными операциями по заходу Австралии. Обороне Кубани и защите Щелябинска от японцев. А после новостей о захвате Ростова албанцами в армии началось дезертирство. Особенно это видно на Дальнем Востоке. Здесь массово сдаются позиции китайцам и японцам. Но тут же американцы будут переломить ход сражений в Испании. Их танки откидывают войска фимбоев обратно на границу. Также Российская империя начинает разваливаться. На Кавказе уже нет никаких войск. Австралиенгерская армия попадает в огромную ловушку. Их наступление в Италии заканчивается окружением. И через Австрию на юг Германии снова попадает войск Антанты. Также американские танки считают наступление из Нидерланд. В главном фимбоя огромная нагрузка сразу на нескольких направлений. Особенно тяжелое положение в Швейцарии. Здесь нечем остановить войска Антанты. И они идут дальше. И тут же еще один удар вдоль границы с Францией. Антанта ведет сразу три наступления по всему фронту. И пытается окружить немецкармия на всем западном фронте. А еще британцы засаживаются на севере Германии. Это похоже поражение фимбоев. Потому что войска на западе уже практически окружены. Но тут же немецкармия наносит контрудар по британцам на севере. И они здесь разгромлены. Также немецкармия останавливает прорыв с юга с Нидерланд. И удается удержать позиции. Но тут же по нем начинают прилетать ядерные бомбы. Оборона снова прорванная часть немецкармия попадает в окружение. Также Антанте удается отбить полностью Нидерланды. Начинается наступление по всей линии фронта с Нидерланд. Но тут же немецкая армия неожиданно ударом разрезает войска Антантов в Нидерландах и громит их до севера. И дальше еще одна атака Антантов. Снова немцы разберемли в Нидерландах. И Антантов начинает еще одно наступление на Германию. И в это же время Российская империя полностью разваливается. А фронт в Германии падает. И у немцев не хватает резервов, чтобы сдержать это наступление. И Антанта захватывает Германию, побеждает Альянс Фимбоев. Вот такая игра у нас получилась. И оказалось, что Фимбои не самые лучшие игроки в Хои 4. Ребята, ваша поддержка лайками и комментариями мне очень сильно помогает. Так что поддержите. Ну а я напоминаю, что вы можете поддержать ролик лайков и канал подпиской. Также не забывайте, что на своих видео я хочу трех комментариев. Спасибо.